Мы дожили. Да, именно мы дожили до момента, когда Valve официально анонсировали Counter-Strike 2. И я не знаю как вы, но я чрезвычайно рад и удивлён. Но давайте по порядку. Начну с самого пиара. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там выходят самые актуальные новости мира Valve и её продукции. Именно там вы могли одни из первых узнать о анонсе, выходе и всех подробностях Counter-Strike 2. Что ж, начнём с самого начала. Где-то в 19.33 ПМСК разработчики выложили 3 видео о Counter-Strike 2. В одном из них рассказали про совершенно новую систему динамических смоков. Во втором видео рассказали про переработку и улучшение карты с CSGO. А последнее видео рассказало нам об отмените крейта. Первым у нас выступает динамический дым. Что ж, пожалуй, это одна из самых интересных вещей, которая была нам представлена. Начнём с того, что по заявлениям разработчиков, дымовые гранаты теперь создают динамические объекты, живущие собственной жизнью. Сам дым теперь взаимодействует с окружением. Теперь он не просто проходит сквозь объекты, как это делает дым из CSGO. Он теперь действительно, как настоящий дым из реальной жизни, обволакивает всё вокруг. По этим кадрам с улицы и этим отдельным демонстрациям его работы всё отлично видно. Это также решит проблему, что с разных сторон смок выглядит по-разному. Что давало преимущество тем, кто находился с нужной для просвета страны. Но это ещё не всё. Теперь просто задумайтесь. Смок можно развеять на небольшой промежуток времени благодаря выстрелу или же гранате. То есть вот сами посмотрите, как это работает. Это обеспечивает несколько раз больше тактических возможностей. Но вот киберспортсмен Илья Моносиня разделяет позиции выше. Судя по его заявлениям, это убивает надобность Мака. Но он и говорит, что пока не играл, и стоит поиграть, чтобы вынести окончательный вердикт. Высказался Есения, бывший киберспортсмен. Как он заявляет, теперь в стране защиты придётся явно не сладко. Но я не согласен с Моноси, потому что если посмотреть игру в CS2, то если стрелять в центр смока, где его больше всего, то отверстия не образуются. Такие отверстия от выстрелов образуются только ближе к краям смока, что было видно и в самих роликах. Но вот ХАЕ до сих пор убирает смок полностью на несколько секунд. Второе, что нам показали в видеодемонстрациях, это переработанные карты. Как говорят сами разработчики, они разделили это на три категории. Первая категория это пробный камень, как его назвали сами разработчики. В этом варианте разработчики не трогают почти никакие культовые карты, улучшаются только графическая составляющая и не более. Второй же категорией являются улучшенные карты. На них уже может появиться новое освещение, новые текстуры или модельки на карте. Третья же категория полностью меняет карту, точнее разработчики воссоздали их с нуля. Если судить по визуалу, я вообще удивлён, что Valve пошла на такое, потому что CSGO всегда была ориентирована на всех игроков, даже на людей с калькуляторами. А тут графику подняли в несколько раз, и это может выйти боком для них, если будет плохая оптимизация. Но в любом случае, это хороший скачок, и он был необходим. Ну и последнее нам представленное, тикрейт. Точнее его по сути полностью убирают, потому что Valve ввели под тиковую систему. По сути, теперь всё, что вы сделали, фиксируется. Как рассказали разработчики, между тиками не существовало времени, но теперь тиков нет, и время идёт всегда. Поэтому ситуации, когда вы были нацелены на противники и не убили его, не должны повториться. Ну а теперь давайте перейдём к менее заметным улучшениям. О них не сказали напрямую, но нам их отчётливо показали, и вы можете об этом не знать. Теперь все визуальные эффекты передают намного больше информации для игрока. Например, теперь корректно отображены брызги крови. Также она очень красиво разлетается и остаётся на поверхностях. А кровь высыхает со временем, что может дать дополнительную информацию, насколько давно это произошло. Обновили и эффекты взрыва, огня, свечения бомбы и так далее. Всё стало красивее, логичнее и реалистичней. Теперь спирт в бутылке не статичен, а активен. Огонь стал реалистичней, взрыв от бомбы намного красивей. Также стоит отметить более улучшенное освещение от незначительных действий. Такое мы можем увидеть в одном из демонстрационных роликов. Теперь динамический свет от выстрелов сам много ярче и реалистичней. Быстро пробежимся по звукам в игре. Все звуки переработали и доработали. Они стали объёмнее, реалистичней и, что самое главное, понятными. Теперь тебе надо гадать, откуда произошёл выстрел. Теперь всё намного легче и прочее. Звуки стали ясны, как первый день весны. Перейдём к интерфейсу всех ловытикающих. Переработали полностью интерфейс. Если судить по демонстрационным роликам и записям стримов киперспортсмена, которому выдали доступ в закрытый бета-тест, то изменили многое. Начнём с очевидного, это худ. В центре экрана появилась полоска, справа от неё ваши патроны, слева ваши хп и броня. Иконки оружия, гранат и диффузов остались на месте. Также за убийство противника теперь добавляется карточка в центре экрана. Это добавляет визуальное удовлетворение, что ли. В общем, показываются ваши достижения вне таба. Изменилось меню выбора страны. Возможно, это ещё бета-варианты всё изменит, но сейчас это выглядит как-то так. Следом изменилось и начало игры. Теперь вам показывают оперативников и ник игрока над ним. Теперь в начале раунда, в момент закупки, видно, что сейчас имеет ваш теймейт прямо сверху, где находится список живых игроков. Это очень удобно, как по мне. Ну и финальный экран. Победа или поражение, неважно. Выглядит как-то так, выводы делайте сами. Ну и нельзя не заметить то, что изменили эскейп-меню. Кнопки тут расположены по-другому, меню справа выглядит тоже абсолютно иначе. Также, если присмотреться на радар, то можно увидеть, что теперь виден радиус издаваемых вами звуков и как далеко эти звуки могут доходить. Ну и с конца переместимся в начало. Мало кто мог заметить, но нам буквально на несколько секунд показали, как будет выглядеть загрузочный экран. Также малоизвестная, но очень интересная деталь. Теперь вы можете видеть свои тени ноги. Великолепно, не правда ли? Теперь перейдём к более востребованным вопросам. Как присоединиться к закрытому бета-тестированию? Никак. Именно вы самостоятельно не сможете, только если вам придёт, собственно, сам инвайт. Условия его получения состоят из очень многих факторов, которые нам неизвестны. Но одно мы знаем точно. Играют роль такие вещи, как Фактор доверия, состояние учётной записи в Steam и приведённое время на официальных серверах Valve в последнее время. Пронесут ли все скины в CS2? Да, принесут. И даже больше. Разработчики обещали, что благодаря новому движку все скины станут ещё более красивыми. Это относится как к скинам наружу, так и к оперативникам, наклейкам и прочим вещам. Как получать все актуальные новости о CS2? Просто присоединитесь в наш телеграм-канал, там будут все последние новости о CS2. Что-то по системным требованиям. На данный момент неизвестно. Как будет известно, я поищу в своём телеграм-канале. Что если у меня бан в CSGO? В CS2 он тоже будет. Да, если у вас бан в CSGO, то ваш бан перенесётся и в CS2. Ну и напоследок, какая же CSGO без багов? Правильно, никакая. Вот вам один из багов. О МГОДО! ВОГОДО! 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 М ВОГОДО! О ГОВОДО!